Израиль для каждого и у каждого свой. Для одних это страна паломничества по библейским. Для других страна стартапов и высоких технологий. Для всех страна с одной из самых мощных армий, где женщины служат наравне с мужчинами. Итак, в сегодняшней программе вы увидите. Пищевые технологии будущего, которые помогут человечеству выжить. Новое поколение продуктов питания и напитков на растительной основе. Мясо и рыба из пробирки, растительные эскимо и безвредные чипсы. Женщины-воины – визитная карточка армии обороны Израиля. Как призываются и проходят службу израильские девушки. Интервью с майором запаса пресс-службы Цахала Анной Уколовой. Христианские святыни в окрестностях озера Кенерат, где жил и проповедовал Иисус. Умиротворение и благодать самого низкого пресноводного озера на планете, где произошли важные евангельские события. Что мы с вами, человечество, будем есть в ближайшем будущем – один из самых актуальных вопросов современности. В ответ на него возникло целое направление – фуд-тек, занимающееся пищевыми технологиями. Израиль – одна из ведущих стран в этой области, где крутятся сумасшедшие разработки и работают гениальные ученые и технологи. Где выращивают этих уникальных специалистов? Смотрите в нашем сюжете из колледжа Тель-Хай. На крайнем израильском севере, возле границы с Ливаном, в поселке Тель-Хай, известном благодаря сражению 1920 года, которое стало символом борьбы еврейских поселенцев, раскинулся кампус академического колледжа. Здесь, в одном из самых красивых уголков Израиля, студенты факультета пищевых технологий создают продукты будущего. Это то самое место, где рождаются идеи, верно? Да, именно так. Мы находимся в пищевой лаборатории колледжа Тель-Хай. Здесь студенты проводят исследования в разных очень важных направлениях фуд-тека и работают над такими темами, как альтернативный белок, снижение веса, здоровое питание, снижение сахара и жира в продуктах. Мы придумываем и разрабатываем новые продукты для рынка. Именно здесь наши студенты всем этим и занимаются. Шоколадное мороженое, искусственное рыба и мясо, порошковый творог, экологичные чипсы. Все продукты, которые создают студенты, начинают свой путь с лаборатории. Это какое-то экспериментальное мороженое? Оно чем-то особенное? Это банановое мороженое в шоколаде, сделанное из натуральных ингредиентов и подходит для людей, которые страдают разными болезнями кишечника, такими, например, как калит или болезнь крона. Попробуйте, это очень вкусно. Шоколад хрустит, как в классическом эскимо. Знаете, такая штука есть, глидомат натрия. Ну, такая стрёмная. В принципе, ничего вредного в ней особо нет, но добавляют везде для вкуса. Самое главное в ней – это вкус умами. Вот это вкус умами, сделанный из овощей. Но это не все. Вот это чипсы, сделанные из нутовой муки, подсушенные, а не жареные в масле, с добавленным растительным вот этим вкусом умами. Знаете, как это здорово! Колледж Тель-Хай выступает своего рода проводником между научным сообществом и индустрией. Ежегодно здесь проходит международная конференция с участием ведущих израильских и мировых игроков в сфере фудтека. Какие самые интересные идеи и проекты сейчас здесь в разработке? У нас есть очень интересный проект по созданию растительных протеинов, потому что за ними будущее. Для замены мясных и молочных продуктов мы используем марингу – совершенно потрясающий суперфуд, растение с высоким содержанием антиоксидантов, белка, как в семенах, так и в листьях. Мы экстрагируем эти вещества и потом делаем из этой самой маринги молоко или другой проект – кеноа. Мы извлекаем из него белок, делаем его более эластичным, имитируя текстуру мясных волокон и собираемся использовать как очень полезный ингредиент, один из самых экологичных и устойчивых из всех растительных белков, которые мы едим, заменяя животные. Сейчас мы проводим здесь вкусовые тесты. Мы приготовили растительную альтернативу лососю. Здесь на подносе у нас два варианта, которые немного отличаются друг от друга по вкусу. И мы предлагаем студентам попробовать наши разработки и оценить их, заполнив специальную анкету. Это поможет нам в дальнейшем довести наш продукт до совершенства. Мы разработали молоко, альтернативное, чтобы оно было полезное, растительное. Оно из чего? Оно сделано из кунжут. Я не видела кунжутного молока нигде. Можно мне в кофе добавить? Конечно. У меня как раз тут кофе без молока. Так хорошо, придешь в лабораторию, и еще кофе с молоком получишь. Кстати, очень вкусно с кофе. Спасибо. Спасибо большое, удачи. Спасибо вам. Лаборатории колледжа оснащены новейшим оборудованием. Здесь все кипит, бурлит, превращается, экстрагируется и анализируется приборами, аналогов которым в мире практически нет. Это электронный нос. Мы можем поместить анализатор в продукт, например, в вино, и получить раскладку по всем составляющим запаха этого продукта. А зачем нужен такой прибор? При помощи этого прибора мы можем исследовать вино, молочные продукты, да все что угодно, и определять все их составляющие, как хорошие, нужные, так и неправильные, лишние, которые плохо влияют на вкус продукта. Там у нас был электронный нос, а это электронный язык, для того, чтобы анализировать вкус. Это совершенно уникальный аппарат, единственный не только в Израиле, но и, вероятно, на всем Ближнем Востоке. С помощью этого инструмента мы можем пробовать и анализировать вкус продуктов. Вот сюда мы кладем образец, и специальный сенсор, распознающий все пять основных вкусов, определяет все составляющие, раскладывает и анализирует. Это помогает создавать вкусовой баланс. Да, он работает в точности, как человеческий язык с его рецепторами. Фантастик. Да, совершенно уникальный инструмент. Фантасты и футурологи зачастую обходят тему нехватки еды в будущем стороной, полагая, что наука сама как-нибудь разберется. По мнению ученых, уже через 30 лет человечество почувствует острую нужду в чистой питьевой воде, мясе и рыбе. Поэтому профессия футтехнолога в будущем может стать одной из самых востребованных, и сегодняшние студенты уже завтра будут спасать население планеты от голода. Как вы думаете, ваши студенты изменят мир? Это очень важная тема, то, как мы их учим, мотивация, которую мы им даем. Все это обеспечивает их всеми нужными знаниями и умениями, необходимыми для развития футтехнологии в будущем, когда они попадут в эту индустрию. Если наш студент хочет открыть свой футстартап, а Израиль как раз идеальное место для этого, он получает в Тель-Хай все знания и инструменты, чтобы у него все получилось. Они могут получить здесь даже начальное финансирование для того, чтобы открыть свой собственный бизнес. Перефразируя известное выражение о месте женщины в обществе киндер-кюхе-кирхе, то есть дети, кухня, церковь, про современную израильскую женщину можно сказать семья, бизнес, армия. О женщинах в армии мы поговорили с майором запаса пресс-службы армии обороны Израиля Анной Уколовой. Девушка в форме – визитная карточка армии обороны Израиля. И в этом нет ничего удивительного. Сегодня общая численность регулярных вооруженных сил израильской армии – около 200 тысяч военнослужащих. 35% из них – это женщины. Единственное различие – это период прохождения службы. Для парней это 36 месяцев, а для девушек – 24. Начиная с 1995 года представительницам прекрасного пола разрешено служить в боевых частях и проходить подготовку на летных курсах, а также поступать в школы военно-морского командования. Служить в армии в Израиле – это престижно. Многие израильтяне считают армейскую службу одним из самых значительных и успешных этапов в своей жизни. Майор запаса пресс-службы армии обороны Израиля Анна Уколова – одна из них. Закончив срочную службу, она получила образование и сегодня занимается любимым делом – руководит бутик отелем в Хайфе. Правда, даже в гражданской жизни с военной формой она расстается ненадолго. Ее в любой момент могут мобилизовать для прохождения резервистской службы, как это было месяц назад после начала операции «Страж стен» в секторе газы. Майор запаса Анна Уколова служит на информационном фронте. Она отвечает за работу с русскоязычными средствами массовой информации. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Израильская армия – одна из немногих в мире, где женщины обязательно служат, так же, как и мужчины. Какая она современная израильская женщина, которая служит в армии? Женщина-солдат. Это все те же симпатичные, харизматичные, теплые девочки, которые недавно закончили школу, возможно, университет и пошли защищать свою семью. Как давно в израильской армии присутствует женщина в таком обязательном статусе? Мне кажется, женщины служили в армии еще до того, как израильская армия и Израиль как государство были созданы. Государство маленькое. Врагов, к сожалению, у нас было и они продолжают существовать. И поэтому миссия защиты страны падает на плечи всех граждан нашей страны, и мужчин, и женщин. И так было всегда. То есть женщина в Израиле – это полноценные члены общества и, естественно, полноценные члены израильской армии. Наверное, важно сказать, что для армии половой признак не является основным в подборе кадров и в решении, кто идет на какую должность. И, естественно, есть очень большой свод правил, как себя вести, чтобы всем было комфортно, чтобы все вместе служили и всем было хорошо, и чтобы человек был занят тем, что он делает, тем делом, которое он делает. Удивительным образом это потом отражается на вот этом равноправии мужчин и женщин, потому что ты служил и ты служила. Какие вопросы? Я думаю, что очень часто в семьях может встретиться немножко другой диссонанс, когда женщина может быть званием выше и может занимать должность, которая более важная, чем та должность, которую занимал мужчина. И, в принципе, это, опять же, как в любой семье, но вот именно этот фактор, он не является основным, но этот фактор очень часто присутствует. Как часто женщины делают военную карьеру? Ну, то есть не отслужили и ушли, а остаются в армии и дальше продвигаются по службе? Я не могу сейчас назвать полноценную статистику, но женщины присутствуют в армии на всех позициях, в том числе есть генерал-майор, была женщина, то есть женщины поднимаются. Я думаю, что единственная должность, которую еще не занимала женщина, это главнокомандующие армии. Но вполне возможно, что в каком-нибудь, может быть, не очень далеком будущем это тоже произойдет. Хотя хотелось бы нам пожелать, чтобы функция армии не становилась настолько важной. И в какой-то момент, скажем так, как все родители в Израиле, они все желают своим детям, чтобы им уже не пришлось служить в армии. Но пока армия существует, то, я думаю, женщины будут занимать очень важную функцию. Какие сейчас самые популярные места, где хотят служить девочки? Мне сложно сказать, какие самые популярные места. Я могу сказать, что женщины в армии, они есть везде. То есть практически, наверное, уже не осталось подразделений, в которых нет женщин. То есть может быть там какие-то очень-очень специфические места, но есть женщины-летчики, да. То есть это, в принципе, была довольно-таки непростая история. Есть подразделения, боевые, пехотные подразделения, которые на две трети состоят из девочек. Да, то есть в основном вот эти вот 18-19-летние девчонки, которые вот только-только закончили школу, но у них есть определенная физическая подготовка, которые этого захотели, что этого нужно захотеть. И они идут служить боевыми солдатами. То есть есть женщины в бронетанковых войсках, в артиллерии, на военно-морском флоте. То есть повсюду. Нет такого места, которое, скажем так, израильские женщины уже пробили все возможные потолки и получили возможность служить везде, где они хотят. А вы, когда пришло время служить в армии, у вас был выбор, куда идти, в какие войска? Вы куда-то в определенное место хотели? Или вот как карта ляжет, так и будет? На самом деле, когда пришло мое время призываться в армию, то есть проходить отборочный тур и в итоге призываться, я на тот момент была буквально полтора года в стране. Поэтому я еще не очень хорошо понимала, что, как, где. То есть опыта, как в многих семьях, опыта родителей, которые служили в этой армии, у нас не было. Поэтому все было довольно-таки ново. Могу сказать, что для меня вопрос идти в армию или не идти, он не стоял. То есть было понятно, что армия – это обязательный этап жизни в Израиле. Единственное, что в какой-то момент я узнала про программу, которая совмещает, то есть она дает возможность сначала получить степень университетскую, после этого призываться в армию. То есть, естественно, я уже призывалась не в качестве солдата-срочника, я призывалась уже в качестве офицера. В итоге я сделала офицерский курс и так сложилось, что дошла до звания майора. У вас всегда в шкафу висит военная форма. Естественно. Вы резервист. Да. На сегодняшний день я состою в списке резервных. Я пресс-секретарь, и я работаю с русскоязычными СМИ. То есть, в принципе, моя задача – это распространение информации на русском языке. Мы знаем, особенно сейчас, во время интернета, социальных сетей и так далее, информация распространяется очень быстро. И мы знаем, что очень много информации фейковой, то есть она непроверенная, неправдоподобная. И армейская пресс-служба очень часто находила, и фотографии, которые распространялись, якобы относящиеся к определенному конфликту, на самом деле они были взяты абсолютно не связаны даже с Израилем, то есть они были взяты из других стран. Израильская армия – удивительное место еще и тем, что даже люди, которых не берут в армию по определенным обстоятельствам, состояниям здоровья, они все равно туда хотят. Естественно. Да, и некоторых даже туда все-таки берут. И люди с ограниченными возможностями тоже служат в армии. Да, за 73 года существования армия разработала очень большое количество программ, которые дают возможность интегрировать практически любого человека в армейскую среду. То есть учитывая то, что армия является очень важным пунктом жизни в Израиле, очень не хочется, что человек из-за того, что, не знаю, он родился с каким-нибудь инвалидностью или с какими-то ограниченными возможностями, очень грустно лишать его полностью вот этой вот очень важной странички в жизни. Очень часто даже служить на очень важных должностях. Уже сегодня умеют делать курс молодого бойца для глухонемых солдат. Это дети-аутисты, которые, в принципе, он родился аутистом, да, то есть это не приговор, это часть его, это его жизнь. Но он, допустим, не может быть летчиком, но при этом он может все равно быть очень важным, важным звеном в армейской, вот в этой вот большой армейской машине. А вам сложно было найти себя, когда вы уволились из армии? Потому что... Знаете, я думаю, что самым сложным после того, как уходишь из армии, это дилемма, что одеть утром. Я очень люблю учиться, я люблю узнавать новые какие-то вещи. И еще во время армейской службы я начала курс управления гостиничным бизнесом. Я не сразу пошла работать в гостиницу, потому что была возможность, которую мне предложили, и опять же, я прошла определенное собеседование. Я уехала на два года работать в Москве, в израильском культурном центре. После этого, когда я вернулась в Израиль, то я начала развивать свою карьеру в гостиничном бизнесе. Сейчас вы, наверное, в самом мирном секторе. Это туристический сектор, это гостиница, это отдых, это такое расслабленное совершенно состояние. Да, это то место, где люди немножко по-другому себя ведут, где они немножко отвлекаются от своей повседневной жизни. Естественно, это абсолютно не та сфера, которая абсолютно не армейская, это общение абсолютно с другими людьми. Но я не могу сказать, что она легче. Одно дело, когда вы отдыхаете в гостинице, другое дело, когда вы создаете условия для отдыха. И нам, естественно, очень важно, чтобы те люди, которые к нам приезжают отдыхать, чтобы они получали максимально качественный сервис. Ваши сотрудники не чувствуют, что ими руководит военный человек? Я думаю, нет. Очень важный момент, который воспитывает армия, это, во-первых, человечность. То есть понятие того, что неважно, этот солдат ниже тебя по званию, выше тебя по званию. В первую очередь, человек. Во-первых, я не верю в то, что руководить людьми нужно с точки зрения страха или какого-то авторитета. Я верю в то, что работа качественная и правильная работа, которая приводит к результатам, это когда все работают сообща, то есть это коллективная работа. У меня так было, в принципе, всегда в армии. То есть и мои командиры, и мои солдаты, мы все были вместе. То есть я не верю в то, что я знаю все лучше всех. Есть какие-то вещи, которые я знаю больше, потому что у меня есть определенный опыт. Но у каждого человека есть своя точка зрения. То есть почему? Я верю в то, что всегда нужно прислушаться к тому, что происходит. И опять же, то есть работа... Есть очень много функций, которые делают... Я не могу все делать одна, правильно? Мне нужны те люди, которые делают это вместе со мной. Мы знаем, что в армии армейский командир, он не говорит вперед, он говорит за мной. И, в принципе, я очень верю и поддерживаю вот эту вот формулу, да, и считаю, что она правильна. И я стараюсь придерживаться ее и в гражданской жизни. Спасибо, Анна, большое. Озеро Кенерет. По его берегам две тысячи лет назад ходил Иисус из Назарета со своими учениками, совершая чудеса и открывая людям свое учение. На местах, где происходили евангельские события, возникли монастыри, церкви, паломнические центры. Как выглядят сейчас древние монастыри и чем живут их обитатели. Конечно, одно из самых прекрасных мест в Израиле – Галилейское море, озеро Кенерет, Тивериадское озеро, любое название прекрасно. И все они абсолютно правильные. Здесь, на берегах этого озера, согласно Новому Завету, и происходили все те события, которые описаны в Библии. И люди, приезжая сюда, паломники, христианские священники, которые живут здесь, монахи, они как бы погружаются в ту атмосферу, в тот самый пейзаж, который практически не изменился за последние две тысячи лет. История монастырей на Святой Земле уходит своими корнями в ранний византийский период, когда первые христианские отшельники селятся в тех местах, которые упоминаются в Евангелиях. Сурен, с какого момента начинается такая активная христианская жизнь на Галилейском море? Наверное, с византийского периода, это 4-5 века нашей эры, когда здесь бурно начинают строиться разнообразные монастыри, церкви. И надо сказать, что традиция монашеской жизни продолжается и до сегодняшнего дня. И сегодня, спустя 15 веков, в стенах древних монастырей по-прежнему можно встретить продолжателей этой традиции. Современный католический монастырь Святой Анны расположился в величественных стенах Средневековой Церкви. Возможно, что здесь, под ее сводами, стоял когда-то истинный животворящий крест, на котором распяли Иисуса. И под этими сводами звучали пламенные призывы христианских королей Иерусалима. Я приехал на Святую Землю 6 лет назад. Для меня было огромной честью получить служение там, где жил Иисус, где Он ходил среди людей, неся им Слово Божие. В этом монастыре я единственный монах, но я не чувствую себя одиноким, ведь со мной незримо присутствует сам Всевышний. Евангельские истории рассказывают о многочисленных чудесах, происходивших на берегах озера, о тех событиях, которые стали основой зародившейся в Иудее 2000 лет назад христианской религии. Довольно легко поверить, что 2000 лет назад здесь было все примерно так же, как сейчас. Да, и в это время сюда пришел Иисус, который нашел здесь двух рыбаков Андрея и Шимона и сказал им, оставьте сети свои, ибо сделаю вас не ловцами рыбы, а ловцами человеков. Именно отсюда начинается библейское служение, описанное в Новом Завете. Два монастыря, стоящие на месте древнего города Кфарнаху или Капернаум, посвящены историям исцеления больных и призыву первых апостолов. В православном монастыре 12 апостолов, где несет служение единственный монах, стоит великолепная церковь под красными куполами. А на территории католического монастыря расположены величественные руины древней синагоги, в которой по преданию проповедовал Иисус и мирно соседствующая с ними современная католическая церковь. «Вся моя жизнь посвящена служению. Есть небольшое количество прихожан в нашей церкви, которые приходят на молитвы. И, конечно же, паломники, приезжающие со всего мира. Людям очень важно посещать места, где бывал сам Иисус». Так же, как и 20 веков назад, волны озера омывают берег, где по преданию Иисус со своими учениками ступал на прибрежные камни после хождения по воде и кормил страждущих хлебом и рыбой, где на склонах горы произносил свою нагорную проповедь – главный моральный посыл христианства. Это одно из самых важных мест вообще для христианских паломников. По сути, если мы открываем Евангелие, мы читаем, что первые три года служения Иисус в основном провел здесь, на берегах Кенерета, пытаясь донести до людей новую благую весть об обновлении еврейского закона, об обновлении религиозных воззрений. И для этого он делал все. Он встречался с людьми, он исцелял больных, он сотворил свое чудо кормления хлебами и рыбами. Всем этим событиям и посвящены монастыри и церкви, расположенные на берегу Кенерета. Современные монахи не только оберегают древние камни старинных монастырей. Своим трудом они создают атмосферу мира и спокойствия, царящую внутри монастырских стен, передавая любовь к Богу через любовь к окружающему миру. Господь завещал нам любить ближнего, и это относится не только к человеку. Все мы – люди, растения, животные, единый мир. Мы все – частицы его великого замысла. Каждый из нас, создавая что-то своими руками, участвует в процессе созидания этого мира, помогая Всевышнему сделать его еще лучше. Путешествие по Израилю словно путешествие во времени, прошлое и настоящее, Библия и современность. Все это органично и неразделимо переплетено в маленькой стране на Ближнем Востоке. Это были прогулки по Израилю. Я, Лика Длугач, прощаюсь с вами всего на одну неделю. Счастливо, удачи, пока. Субтитры подогнал «Симон»!